Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас опять видео по запросу. Итак, запрос такой. Что же делать, если женщине никак не найти своего спутника, своего избранника? Годы идут, день за днем, поиск продолжается, а своего любимого и единственного мужчину так и не найти. Есть две основные причины, почему женщине так трудно найти своего избранника. Первая причина это потому, что женщина не знает, чего она хочет. Когда женщине задаешь вопрос, чего бы ты хотела от своих отношений, как правило, все говорят одно и то же. Я хочу семейную жизнь, я хочу найти себе друга, соратника, спутника по жизни, я хочу завести детей, семейное гнездышко. И когда задаешь второй вопрос, каким бы ты хотела видеть своего мужчину, тут вообще женщина выкладывает огромный список, нескончаемый, что и красивого, и умного, и сильного, и богатого, и доброго, и так далее. Это просто может длиться бесконечно, этот список. Но, естественно, мы понимаем, что если собрать одно и второе, то есть семью, какую бы она хотела, да, вот это семейное гнездышко, детей, и второй вот визуально привлекательный для нее мужчина, да, второй образ, то это, как правило, просто одно даже с другим не совпадает, либо же таких мужчин, ну, я не знаю, ну, может быть, процента 3 есть на нашей земле, конечно, но, поверьте мне, вам сложно очень будет их найти. То есть, получается, источником стресса женского является не то, что ей не найти этого мужчину, а ее неправильно выстроенные ожидания. Также я хотела бы разделить еще на два пункта. Это пункт первый, он мне не нравится. Ну, вот женщина говорит, ну, он мне не нравится, он не в моем вкусе, он работает не на той работе, он не так выглядит, он пузатый, лысый, старый, либо слишком молодой, либо инфантильный. И второй вариант, это ему не нравлюсь я. Так вот, когда вы говорите, что он мне не нравится, вы, знаете, закладываете как бы вокруг себя вот эту энергию, вы еще недостаточно, может быть, хорошо узнали какого-то человека, сделали, может быть, поспешный вывод, что он вам не нравится. И уже даете понять, ну, не только этому мужчине, а многим похожим мужчинам, вот своим поведением, то, что ты мне неприятен, даже не подходи за километр, ты не мой. Мужчины очень четко это чувствуют и также начинают вас не замечать, потому что ни один мужчина не подойдет к женщине, которая дает ему понять, что не подходи, а то убьет. Они это чувствуют и, соответственно, к вам не подходят. Бывало масса таких случаев, когда люди прожили уже там 20-30 лет и рассказывали, вы знаете, изначально он мне вообще не понравился, он мне изначально даже был неприятен, бесил меня. Но потом я узнала его получше, узнала какие-то обстоятельства в его жизни, узнала его характер или какой-то он сделал поступок для меня. Я позволила ему сделать что-то для себя, и я совершенно по-другому посмотрела на этого человека. Я влюбилась в него до беспамятства. Таких историй масса. То есть если вам какие-то люди, может быть, даже в принципе вы не рассматриваете их как потенциального мужчину, не надо отвергать их вот просто на корню. И таким образом удивляется, почему никто с вами не знакомится, почему к вам никто не подходит, почему вы тоже никому не нравитесь. Нормальный мужчина – это прежде всего совершенно необычнейший мужчина, у которого есть и плюсы, и минусы, и недостатки свои, и визуальные, и внешние какие-то, и по характеру. Идеальных нет. И вот эта проблема, то, что многие идеализируют слишком, понятное дело, все мы хотим влюбиться, понятное дело, все мы хотим найти того единственного, того самого, чтобы сердце ёкнуло с первой минуты. Но если до сих пор такого не произошло, еще раз вам подчеркну, не отвергайте, бывает, что любовь не наступает с первого взгляда, и даже антипатия перерастает в любовь. Такое тоже бывает. Так, и второй пункт – ему не нравлюсь я. Когда женщина нашла какого-то мужчину, который ей очень симпатичен, но она замечает, что он на нее не реагирует, она понимает, я ему не нравлюсь. И она начинает себя соответствующе вести, она немножко сжата, закомплексована, нервозна, не знает, как себя проявить по отношению к нему, либо наоборот она слишком там может быть прилипчивая. И это тоже отталкивает мужчину, он либо вообще на нее не обращает внимания, либо она ему просто тоже становится неприятна, если она слишком активно начинает проявлять свои эмоции в отношении него. Итак, подумайте, что вам нужно действительно от жизни. Какую жизнь вы себе представляете, как бы вы хотели жить? После этого второй пункт – какой мужчина должен быть у вас, какого мужчину вы должны найти, чтобы он вам помог вот эту вот вашу мечту воплотить. И третий пункт – чем вы готовы жертвовать, чем вы готовы расплачиваться за это, потому что расплачиваться придется, просто так ничего не бывает. Вы не можете только взять, вы обязательно должны что-то еще и отдать. Вот оцените эти три пункта, подумайте очень серьезно над ними. И так далее. Требования к себе. Очень многие хотят красивых, накаченных, но при этом они сами растолстевшие, неухоженные. Очень многие хотят умных, храбрых мужчин, но сами они являются очень глупыми женщинами. То есть, понимаете, льва не ловит мышеловкой, а мышь нельзя поймать капканом для льва. То есть, если вы хотите какого-то конкретного мужчину, вы должны прежде всего ему соответствовать и внешне, и умственно, и душевно. То есть, вы должны быть и интересным собеседником, и хорошо выглядеть, много знать какой-то информации. И тогда, скорее всего, вы встретите того мужчину, который действительно бы вас заинтересовал, которого бы вы смогли полюбить. То есть, люди оценивают друг друга по такому, знаете, невидимому коду, свой или чужой. Подходит мне этот человек или нет? Подходит ли он мне по общению? Будет ли он мне приятен? Иногда, понимаете, этот код нам навязан. К примеру, мы говорим, этот человек не из моего круга. Он мне не подходит по общению. То есть, мы, к примеру, общаемся с какими-то подружками, у которых все олигархи, у которых все директора, бизнесмены. А тут ходит просто Вася, он сантехник. Ну, конечно же, он нам не подходит. Он не из нашего круга. Что скажут люди, что скажут подруги, и все, мы его сразу отсели. Хотя этот Вася потенциально мог бы быть очень хорошим мужем. И по большому-то счету наплевать на ваших подруг. И их мужья – это их мужья. Не надо вообще брать их даже в расчет. Вы ищите своего мужа. Своего Васю, Петю или Костю. Это ваш мужчина будет. И если вы считаете, что он не соответствует кругу вашего общества, то это тоже может вести к большой потере для вас. Потеря времени, потеря семьи. И также я хочу сказать, что иногда такие простые парни, они очень хорошие семьянины. С ними можно построить хорошую семью, крепкую. И этот Вася может быть впоследствии уже не сантехником или, к примеру, электриком. Хотя это очень тоже хорошие профессии. В них нет абсолютно ничего зазорного. Но я повторюсь, я говорю для тех, кто считает, что это не их круг. Он может устроиться на другую работу. Главное, чтобы у Васи было вот здесь, вот в голове. То есть не надо отсеивать сразу же, понимаете, стесняться кого-то, стесняться своих друзей. Также я хотела сказать, что иногда ваши родственники и друзья вам дают советы. Говорят, ну ты знаешь, ну это не твой человек. Ну вот ты с ним живешь, ну посмотри со стороны. Ну вот что у Вас за отношения? К таким вещам тоже очень часто надо прислушиваться. Потому что, как говорится, со стороны виднее. Но только такие советчики должны быть люди, которые действительно хотят Вам добра. Не какая-то там может быть подружка, а это, как правило, родители. И то, если у Вас хорошее отношение с родителями, братья, сестры. Это, ну вот, что-то, какой-то такой очень близкий круг общения. Прислушайтесь, если Вам действительно говорят, ну вот, вот ты встречаешься с ним уже, там, лет пять. Вы не женитесь, детей не заводите. Он тебя просто использует. А Вам кажется, нет, у нас любовь. Вот они говорят неверно. Вот в таких случаях тоже, пожалуйста, прислушайтесь. Бывает, что просто мы теряем время не на тех людей. Ни в коем случае не стесняйтесь своего выбора, выбора своего сбранника. Потому что, если Вы будете с ним счастливы, то Вам еще и позавидуют даже другие. И опять-таки, особенно это касается каких-то профессий или образа жизни, или как человек одевается. Это все можно изменить. Если по каким-то таким малейшим критериям, там, он одет несовременно, там, или он не очень симпатичен, или у него плохая должность, он мало зарабатывает. Опять-таки, если человек за Вами ухаживает, присмотритесь к нему. Это все очень легко корректируется. И когда Вы это сами даже скорректируете, Вы иначе начнете относиться и замечать положительные качества в этом человеке, в котором до этого, казалось бы, их вообще не было для Вас. Также еще вот, прикиньте, качество, которое Вы там к себе назвали, да, к примеру, там, волевой, смелый. Он в какой-то момент, понимаете, когда Вы начнете жить, он из волевого и смелого может стать агрессивным и жестоким семьянином. Щедрый, он может стать транжиром в семье. Или, наоборот, какой-то добрый, веселый человек, он может стать инфантильным, тюфиком лежащим и неработающим, понимаете. Романтик может Вам также наскучить, и Вы будете там пахать на трех работах, а он Вам за Ваши деньги будет дарить потом цветы. Эти все пункты, они очень расплывчивые, вот эти того, что мы хотим, да, романтичный, щедрый, добрый. Это все, понимаете, на момент знакомства хорошо, а в семейной жизни это может быть большими недостатками. Поэтому именно когда мы ищем мужчину, мы должны смотреть на будущее. Он не будет всегда Вам романтичным и дарить цветочки. Он будет просто, я говорю, транжирить Ваши деньги потом со своей романтикой и за Ваш счет дарить цветы другим. Либо же, я говорю, сейчас вот он смелый такой, волевой, а потом он скажет молчать, как я сказала, так и будет. Твое мнение здесь вообще ничто. Вас, я думаю, тоже это не очень устроит. Это я Вам все к тому, что не нужно зацикливаться, понимаете, вот не надо зацикливаться на чем-то одном. Также очень важно научиться делать диагностику мужчины. Вот, допустим, Вам кто-то понравился, какой-то мужчина, Вы сразу же должны в мозгу себя прокручивать ответы на вопросы. Этому мужчине нужна женщина или нет? Может быть, он женат, может быть, он какой-то женоподобный. Если нужна, то какая женщина ему нужна? Может быть, он женат, ему женщина нужна, но для встреч. Может быть, он не женат, а он в активном поиске. И вот Вы должны научиться вот прям все это отсеивать, смотреть визуально. Определите четкие главные требования к Вашим отношениям. Чего Вы ждете? Семья, секс, деньги. И когда у Вас будет, знаете, не размытое что-то, вот такое расплывчатое облако, а четкость, Вы уже не будете, знаете, как вот пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Вы будете четко знать, какой мужчина Вам нужен. И Вам будет гораздо проще его найти. Сейчас мы обсудим несколько мужских качеств, на которые стоит или не стоит обращать внимание. Самое основное мужское качество – это, конечно же, надежность. Никто не захочет идти в какую-то беду или передрягу с красивым, умным, богатым, но ненадежным человеком. Также и семейная жизнь. Семейная жизнь – это большая дорога. И Вам обязательно нужен именно надежный мужчина. Это первое, на что Вы должны обращать внимание. Его самое главное качество. И потом я Вам еще раз хочу сказать, если Вы со своим мужчиной будете, если он будет у Вас надежен, и Вы с ним будете себя чувствовать как за каменной стеной, то тут и любовь даже, знаете, не за горами. Потому что Вы научитесь такого мужчину любить, Вы оцените его другие качества. Несмазливую какую-то внешность. А Вы поймете, что да, с этим мужчиной я чувствую себя женщиной. С этим мужчиной я как за каменной стеной. Вот отсюда и начинает перерастать это все в любовь, понимаете? Дальше это, конечно, материальные блага, да. Ну, желательно, конечно, чтобы он был более обеспеченный, но не надо зацикливаться на каких-то олигархах, богачах. Идеальный вариант – это средний достаток. Потому что мужчина со средним достатком, то есть он уже, в принципе, неплохо зарабатывает, но, как правило, у него есть большие амбиции. Ну, и он потом Вас в случае, если он разбогатеет, не будет обвинять, что взял он Вас там чуть ли не голодранкой, да, а сам был олигархом. Если же вдруг у Вас на примете есть мужчина, который надежный и материальный достаток у него неплохой, но вот внешность подкачала, и Вам об этом говорят и подруги, и Вы сами это видите, то, Вы знаете, это я бы даже не назвала недостатком. С мужчиной, который не совсем красив или, может быть, не очень симпатичен, как Вам кажется. Очень легкая семейная жизнь. Как правило, этот мужчина настроен именно на сформирование своего семейного гнездышка, уюта, с большой теплотой и любовью относится к своей женщине. Как правило, такие мужья очень любят своих жен. А смазливые красавчики, которыми нам так нравится любоваться, девочки, они, как правило, зациклены только на себе. Мы у них отходим на второй план. Ну, разве же это хорошо? Также, конечно же, очень важное качество для мужчины – это чтобы он был умен, потому что Вам идти с ним по жизни. Умный мужчина, прагматичный – это залог успеха в Вашей семейной жизни. Вообще не надо зацикливаться на всех вот этих вот каких-то там приятных Вам качеств, а вот делать акцент, как я уже сказала, вот на этих основных, которые я сейчас перечисляю. Это самые важные качества для семейной жизни. Сейчас я Вам расскажу одну притчу. У римлянина спросили один раз, почему ты развелся с такой красивой женой? Она же у тебя прекрасная. Он вытянул ногу, и на ноге его был очень дорогой кожаный сандаль, расшитый золотыми нитями. Он был просто великолепен. И он спросил, нравится? Мы ответили, да. На что он ответил? Жмет. Понимаете, к чему я это? То, что красота, вот бывает, мы находим красиво, спортивно, все подруги – вау! Ну, и вроде достаток такой более-менее, но жмет. Жмет – это значит, некомфортно Вам с ним живется. Ну, вот не ценит он Вас, не любит, упрекает, гуляет. Понимаете? Ну, разве Вы будете счастливы с таким мужчиной? Хотя он же был идеалом для Вас. Вы его искали долгие годы, нашли, обрадовались. Ну, счастье Вам этого не принесло. Поэтому качество надо, девочки, более такие, знаете, ценные для семейной жизни рассматривать. Попробуйте слегка ослабить свои критерии поиска немножечко и не обращать внимание на недостатки какие-то, если они Вам не слишком противны, скажем так, да, и их реально исправить. Присмотритесь к таким мужчинам. Где же найти этого нашего любимого мужчину? Итак, когда Вы уже поняли, какой мужчина Вам нужен, например, надежный, ассоциации у нас какие? Это военный, да, к примеру, там добрый, может быть, врач, успешный, прагматичный, бизнесмен, какой-то красивый, накачанный спортсмен. То есть, когда мы поймем по качествам, какой нам мужчина нужен, мы уже понимаем примерно, в каких местах нам его искать. То есть, мы опять-таки свой круг сужаем. В эти места мы должны, значит, ходить чаще и все свое внимание направить относительно этих мест поиска мужчин. Также обращайте внимание на этих мужчин. Посмотрите, держат ли они дверь перед тем, как какая-либо женщина должна войти, и уступает ли они, там, не знаю, где-нибудь место. Это все очень характеризует этого человека. Вы должны обращать на это внимание, потому что Вы можете уже примерно представлять, какой этот мужчина в быту. Когда особенно мужчины не замечают, что мы за ними наблюдаем, они ведут себя очень естественно. Мы можем понаблюдать за их взглядом. Какой взгляд? Уверенный, собранный, либо мельтешит, смотрит по сторонам, разглядывает других женщин. То есть, мы уже можем сказать, что если он смотрит по сторонам, мы смотрим, засматривается, то тем более, если есть у него кольцо на руке, то мы уже можем заведомо предположить, что это мужчина неверный, ненадежный. Либо же наоборот, у него взгляд задумчивый, четкий, видно, что со смыслом. То есть, мы можем понять, что этот мужчина, скорее всего, умен, или у него есть какие-то цели в жизни. Есть также неверные ориентиры. Если на мужчине нет дорогих часов, дорогой на марке, значит, скорее всего, он небогатый. Но эти часы могут быть подделкой. Сейчас куча всяких подделок, также и одежда. Машина может быть куплена в кредит на последние деньги. На это не надо обращать стопроцентное внимание. Некоторые женщины думают, что места, где много мужчин, там можно легко с ними познакомиться. Например, знаете, там, на футбольный матч, вот если прийти, вряд ли какой-то мужчина на вас обратит внимание, потому что все мужики заняты игрой, им не до вас. Вот после игры, когда они уже все разбрелись, пошли по каким-то там пабам, спортклубам, там они уже могут с вами познакомиться. То есть, заведомо, понимаете, может быть, место ваше неправильно выбрано, может быть, выбрали и время, и место, и момент неправильно, и думайте, что на вас никто не обращает внимания. Естественно, есть такие места, которые располагают к знакомству. Это бары, клубы, рестораны. Но, как правило, знакомства там очень мимолетные, и они ни к чему не приводят. Вы должны это тоже понимать. Не зацикливайтесь ни в коем случае на том, что вы одиноки. Понимаете, одинокая женщина, она может быть даже и в браке, она может даже находиться с мужчиной в отношениях, но она также и осталась одинокой, или она в течение времени стала одинокой, и чувствует колоссальное одиночество в своей семейной жизни. Ваше одиночество – это просто временный этап, на котором вы не должны зацикливаться, а должны сделать несколько шагов, чтобы из этого этапа выйти. Так, мужчина может себе искать женщину для секса, мужчина может себе искать женщину для создания семьи, рождения детей, а также мужчина может искать себе няньку. Поэтому каждый раз, прежде чем вступать в контакт с каким-либо мужчиной, вы отвечаете на эти три вопроса. Чего хочет именно он? Няньку, секс или семью? Ваш девиз должен быть такой. Будь готов, всегда готов. Вы должны быть готовы в любую минуту, в любое время встретить своего мужчину. То есть вы должны быть готовы и в голове, умственно, морально, и внешне. По своей природе мужчины – охотники. Они любят охотиться на женщин, их добиваться. Поэтому если вы в роли такой, знаете, ищите мужчину, такая охотница, и от вас идет опять эта энергия, даже если вы думаете, что ее нет, она, скорее всего, идет, что вы ищете мужчину. Это отпугивает мужчин на неподсознательном уровне. Вы должны вести себя так, как будто бы вы хотите, чтобы вас завоевали, чтобы вас обаяли, чтобы вас влюбили в себя. Женщине надо выбирать мужчину, знаете, так же, как она выбирает рейсовый автобус. Не так, чтобы она туда села и сразу там была красивая обивка, удобно было сидеть. А основная цель, чтобы он доставил ее до места, до того места, куда ей надо было изначально. А изначально вам надо семейное гнездо и дети. Если какой-то мужчина проявляет к вам знаки симпатии, не нужно так рассуждать. Нет, я другому отдана и буду век ему верна. Это неправильно. Любое наше знакомство, любое наше общение, оно, знаете, выстраивается в такую некую цепочку. Приведу пример. Например, допустим, вы познакомились с мужчиной, который, ну, вам не очень-то прям так симпатизирует, и с которым вы не видите себя в будущем. Опустим тот момент, что я вам говорила, что иногда все меняется, но опускаем его и предполагаем, что вот вы познакомились с этим мужчиной, у вас какие-то завязались, пусть пока дружеские отношения, естественно, если он вам неприятен, не надо сразу с ним ложиться в постель. Прошло какое-то время, он предложил вам какую-то поездку, поездку совместную, с друзьями. Вы едете в эту поездку, и он вас знакомит уже со своими друзьями. Возможно, в этом кругу вы уже найдете какого-то мужчину, в кругу его друзей, знакомых, которые вам понравятся больше и которые вас заинтересуют. Таким образом, расширяя эту цепочку знакомств, вы расширяете шансы познакомиться. Это такой закон чудесной прогрессии. И, знаете, очаровываем одного мужчину, притягиваем к себе еще двух. То есть, когда вы, в принципе, одиноко, то, знаете, вот есть такой закон, то густо, то пусто, да? Если вы отсеиваете вообще всех, вот просто всех, у вас нет никого, то большая вероятность, что вы так и дальше будете оставаться одинокой. А если вы начинаете отношения, ну, такие, знаете, пусть даже тренировочные, тренировочные, отношения как приманка для других, каких-то мужчин и притягивание других отношений, то вы сами почувствуете, как уже расширяется ваш кругозор, как расширяется внимание по отношению к вам. Всегда говорят, что, ну, почему так, то была одна, а то сразу все стали за мной ухаживать. Вот прислушайтесь к моим советам, попробуйте завести какие-то романы или просто сходить на дружеские даже свидания с человеком, который к вам проявляет симпатию, но вы, может быть, его даже особо-то и не рассматриваете. Потому что женщина, когда она не одинока, она всегда больше привлекает внимание мужчин, чем вот когда от нее идет такая энергия одиночества, грусти, в глазах вот такая усталость от этих бесконечных поисков, поисков от несоответствия, постоянных вот этих идеалов, не найти своего мужчину. Присмотритесь, вот ходите вы по магазинам, очень легко вычислить мужчину, который холостой или одинокий, по тому набору продуктов, которые он покупает. Как правило, мужчина очень долго всматривается, читает что-то, он не знает хорошее это или плохое, берет все подряд, у него корзинка состоит из просто каких-то немыслимых вообще продуктов. Видно, что там человек не собирается ничего готовить, он просто берет все подряд, он не знает, что ему взять, и берет, лишь бы ему сегодня там что-то перекусить и не остаться голодным. Выбирая из нескольких мужчин, вам нужно руководствоваться, конечно же, таким главным правилом, что выбирать нужно того, кому больше нужны вы. Если вы нужны мужчине больше, он не будет вас отсеивать по любой прихоти, он будет вас любить, он будет вас уважать, он будет бояться вас потерять и будет вами любоваться. Поверьте мне, это гораздо лучше, чем вы найдете мужчину, от которого ваша зависимость будет больше, и вы будете смотреть ему в рот, а он будет так лишь позволять вам с собой находиться. Хотя, может быть, вы будете очень сильно его любить, но чувствовать, знаете, такое моральное истощение, опять-таки вы будете чувствовать себя одинокой и неуверенной в себе девушкой. С женатыми мужчинами лучше не начинать заводить отношения, ну, в том плане, если вы хотите попытаться женить его впоследствии на себе. Это очень сложно сделать, там есть ряд факторов небольших, когда мужчина все-таки разводится. Мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности, но это очень-таки, знаете, конкретный фактор, там бесплодная жена или полный разлад в отношениях. А так, в основном, женатики все они, как говорится, поматросит и бросит, просто для развлечения. Поэтому я бы не советовала вам тратить время на женатых мужчин. И уж ни в коем случае, девушки, женщины, не обращайтесь в брачное агентство. Знаю я и таких. Там вам точно никого не найдут и не подберут, тем более, если вы уж не смогли никого себе найти, то там вам уже точно ничем не помогут. А помогут вам только тем, что заберут вашу денежку, нервы. И еще раз понизят вам вашу самооценку. И последнее. Пока вы ищете того, кого вы могли бы полюбить, вам обязательно нужен кто-то тот, кто любил бы вас. Поэтому я еще раз говорю, не надо так четко отсевать каких-то своих, может быть, ухажеров или, возможно, потенциальных ухажеров, которые на вас обращают внимание, потому что, понимаете, когда за вами будут ухаживать, пусть даже тот, который не ваш эталон, не ваш идеал, вы начнете себя чувствовать другой женщиной. Вы начнете чувствовать себя более нужной, хотя бы даже ему. Отсюда пойдет другая энергия, отсюда пойдет женское очарование, отсюда повысится своя самооценка. Когда вы поймете, что вот этот мужчина вам говорит, вы самая прекрасная девушка, вы самая прекрасная женщина, такая красивая, мне так с вами хорошо, но хоть вам он и не очень, вы будете понимать о себе уже лучшего мнения. От вас пойдет вот это вот очарование. И благодаря этому вы притянете остальных мужчин. Они как пчелки на мед начнут лететь к вам. Поэтому не нужно так отсеивать. И помните, главное, что если вы хотите мужчину мужественного, будьте женственны. Если вы хотите мужчину храброго, сильного, который все мог бы решить за вас, не нужно быть вот этой вот бабой, которая войдет и в горящую избу, и деньги заработает, и все там в доме переделает. Будьте более женственны, более нежны, будьте более такой беззащитны, чтобы мужчина чувствовал с вами себя львом, охотником, заступником. Извините немножечко свое поведение и понизьте вот эту вот немножко планку. И напоследок я бы вам хотела сказать, что очень частая проблема, знаете, вот девушки пересмотрят сериалов, красивых фильмов, и так представляют себе семейную жизнь, так представляют себе свои идеалы, идеальных мужчин. Но мы живем не в сказке, а в суровом мире. Такого не бывает. И главное, не зацикливайтесь на своей проблеме. Я понимаю, что это сложно, когда день за днем никого не найти, и это все продолжается, продолжается, продолжается. Просто отпустите ситуацию. Еще раз повторюсь, найдите себе кого-то на время. Как только вы найдете себе кого-то на время, впоследствии вы найдете себе кого-то на всю жизнь. Одно к другому притягивается как магнит. Найдете временное, будет и постоянное. Я желаю вам всем женщинам не быть одинокими, быть счастливыми, создавать свои семьи, уютные гнездышки, рожать деток и чувствовать себя даже в браке не одинокими. Потому что находясь в отношениях, мы также можем чувствовать себя в полном одиночестве. Помните об этом, девушки. Главное, найти душевного себе вот этого спутника, который бы шел с тобой по жизни и был твоим спутником, соратником, помощником. Ну и тебя обожал, конечно же. Все. Всем счастливо, всем любви, всем удачи. Пока.